МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Говорит и показывает город-герой Севастопольское информационное бюро первые новости города. В студии Олеся Берлинкова. Здравствуйте. Канада приостанавливает военное сотрудничество с Россией из-за событий на Украине. Об этом заявил премьер-министр Стивен Харпер. Я отдал распоряжение приостановить все запланированные двусторонние контакты между канадскими вооруженными силами и военными из Российской Федерации, отметил он. Это включает учения, в частности, учения «Бдительный орел» и запланированные встречи. После премьер-министр Канады добавил, что их по-прежнему тревожит ситуацию на Украине, и они продолжат осуществлять пересмотр отношений с правительством президента Путина. Напомним, 4 марта президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов у себя в резиденции, касаясь резкой реакции Запада по поводу позиции России, напомнил, что действия Российской Федерации основаны на нормах международного права и двусторонних обязательствах, в отличие от тех же США, которые сначала четко формулируют для себя геополитические цели, а потом подтаскивают под себя остальной мир. Отвечая на вопрос об угрозе санкций со стороны Запада, Путин отметил, что о последствиях санкций в отношении России должны думать те, кто их собирается вводить. Ущерб в глобальном мире будет взаимным, а угрозы в адрес России контрпродуктивны и вредны, предупредил президент. Россия, сказал он, продолжает подготовку к «восьмерке», которая пройдет в Сочи в июне, несмотря на то, что западные партнеры приостановили свое участие в этом процессе. Администрация Барака Обамы в США способствовала возникновению кризиса на Украине. Такое мнение выразил в интервью известный вашингтонский политолог-республиканец, президент Центра за национальный интерес Дмитрий Саймс. Он напомнил, что при всех своих недостатках президент Украины Виктор Янукович был законно избранным руководителем государства и опирался на явное большинство в украинском парламенте. Но США и Евросоюз решили стать на сторону участников уличных протестов. «Если бы такая же сила и такие же методы использовались против дружественного нам правительства, мы бы их называли не протестующими, а мятежниками», сказал американский политолог. «Необходимо осознавать, что когда мы оказывали нажим на украинский политический процесс в пользу тех, кто нам нравится, мы откровенно раскачивали политическую лодку на Украине», продолжил он. «И именно это раскачивание лодки привело к результату, который мы наблюдаем», заявил политолог. Украина рассчитывает на подписание соглашений с США и МВФ о предоставлении ей финансовой помощи. Об этом заявил 4 марта во время встречи с журналистами Арсений Яценюк, назначенный парламентом на пост премьер-министра Украины. «Наша главная цель – обеспечение стабильности в стране», сказал он. «Казна пуста, таможенные и налоговые сборы резко уменьшились. Мы ведем переговоры с МВФ. Миссия МВФ начала работу в Киеве. Мы рассчитываем, что соглашение с Международным валютным фондом будет выработано и подписано, как и соглашение с США». Яценюк заявил, что не намерен раскрывать размеры ожидаемой от МВФ и США помощи до подписания соответствующих соглашений. Сокращать расходы и изыскивать местные ресурсы для пополнения бюджетов призвал в среду региональные власти на заседание правительства, назначенные министром финансов Украины Александр Шляпак. По его словам, до конца марта в госбюджет Украины будут внесены изменения, и тогда можно будет определить, в каком размере будут осуществляться переводы средств в регионы. Руководитель ведомства подчеркнул, что ситуация напряженная, поскольку в последние месяцы имели место массовые нарушения бюджетной дисциплины на сумму 3,7 млрд грн. В первую очередь это касается сокращения налоговых поступлений и задолженности по ЖКХ. Шляпак призвал вновь назначенных руководителей областных администраций в течение двух недель представить предложение о возможности сокращения местных расходов. В первую очередь это касается разного рода льгот. Он предупредил, что средства из центра в регионы на капитальное строительство перечисляться не будут до тех пор, пока не будут погашены задолженности по зарплате и запотребленные энергоресурсы. Руководитель Министерства финансов призвал региональные власти изыскивать местные ресурсы для пополнения бюджетов. Один из крупнейших киевских провайдеров интернета и кабельного телевидения Еланет приостановил трансляцию трех российских телеканалов. Об этом сообщила его прислужба. Отключены РТР Планета, Первый канал Всемирная сеть и НТВ Мир. Причиной такого шага, как объяснил провайдер, стало нарушение украинского законодательства. Правительство Автономной Республики Крым пока не готово ответить на предложение о переговорах с представителями украинского парламента, поскольку не считает легитимной власть в Киеве. Об этом заявил журналистом во вторник вечером премьер-министр Крыма Сергей Аксенов. Что касается возможности выхода Крыма из состава Украины, он заявил, что это могут решить только жители автономии. Граждане могут сделать любой выбор, а мы будем выполнять их волю. Говоря о создании собственных вооруженных сил и флота, Аксенов подчеркнул, что все воинские части должны подчиняться властям Крыма, а именно парламенту автономии. Он также отметил, что большая часть воинских частей уже перешла на сторону законного руководства Крыма и готова принимать присягу. 5 марта председатель Координационного совета по организации Севастопольского городского управления по обеспечению жизнедеятельности города Алексей Чалый подписал распоряжение об отстранении от должности прокурора города Игоря Пилата. На должность исполняющего обязанности прокурора Севастополя, согласно распоряжению, назначен правозащитник Борис Колесников. Председатель Координационного совета по организации Севастопольского городского управления по обеспечению жизнедеятельности города Алексей Чалый 5 марта встретится с членами семей военнослужащих, которые находятся на территории штаба военно-морских сил Украины для обсуждения сложившейся ситуации. Встреча пройдет в Большом зале Севастопольской городской госадминистрации в 17 часов. В Петропавловске-Камчатском прошел многотысячный митинг в поддержку жителей Украины. В акции, организованной региональным отделением Общероссийской организации «Содружество», участвовали представители студенчества и молодежных организаций национальных диаспор и камчатских землячеств, профсоюзов казачества, региональных отделений политических партий, трудовых коллективов и организаций края, представители краевых властей и администрации Петропавловска-Камчатского. Депутаты. Все объединились под лозунгами в поддержку жителей Крыма, Севастополя и всего украинского народа за мир и согласие, стабилизацию ситуации в стране против национализма. Председатель регионального отделения Содружества Виталий Кибалов предложил установить побратимские связи между Петропавловском-Камчатским и Севастополем. Это предложение было поддержано всеми участниками манифестации. Массовые акции в поддержку Украины и проживающих там соотечественников продолжатся в среду в Российской Федерации. География народных сходов охватывает всю Россию. Поддержать украинский народ и выступить против захлестнувшего страну произвола выйдут на улицы городов жители Дальнего Востока, Сибири, Поволжья, Центрального федерального округа. Утром на митинги снова выйдут жители Петропавловска-Камчатского и Горноалтайска. В обоих этих городах центром мероприятий станут площади Ленина. Днем на народный сход соберутся жители Омска, а вечером запланированы акции в Казани и Курске. Народные сходы в поддержку Украины и соотечественников, проживающих в этой стране, начались в России в воскресенье. Тогда на акции, организованной патриотическими молодежными и ветеранскими организациями, собрались десятки тысяч человек в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре. 3-4 марта мероприятия прошли в крупнейших городах, в том числе пограничных с Украины российских регионов – Белгороде, Брянске, Новочеркасске, Ростове-на-Дону и многих других. Вечером 4 марта с площади адмирала Павла Степановича Нахимова стартовал автопробег «Севастополь без фашизма». Десять севастопольцев-патриотов, представляющих одноименное гражданское общество, на трех машинах отправились в город-герой Волгоград. Севастопольцы планируют посетить не только Волгоград. По пути заедут в Краснодар и Ростов-на-Дону. Цель автопробега – донести до жителей этих городов истинную картину происходящего на Украине, а главное – в Севастополе. 19 ноября было подписано соглашение о городах-побратимах. Города-герои, города-побратимы – Волгоград и Севастополь. Это два славных города. Они всегда были братьями. И сейчас, после такого случая, как бы хотелось, знаете, как к старшему брату, потому что к России еще обратиться. Ведь когда обижают кого-то младшего, если у него есть брат, он всегда обращается туда, да? Что, мол, вот брат, ты знаешь, нас обидели, надо помочь. Брат всегда станет на защиту младшего брата. С собой участники автопробега везут патриотическую символику, флажки, георгиевские ленты, а также фото и видеоматериалы, о которые, как о скалу, могла бы разбиться волна дезинформации. Мы едем туда, чтобы встретиться и рассказать, что происходит здесь. Успокоить людей раз, и во-вторых, показать, насколько страшно, когда национализм вышел из-под поля, чтобы они не допустили в дальнейшем такого же. Поймите правильно, я люблю Украину, не меньше Тегнебока и Яроша. Только у меня немножко другая Украина. У меня Украина Ивана Франко, Тараса Шевченко, Николая Гоголя. У меня Украина Амосова. Мы имеем право на свою историю. И никто нам не запретит чтить наших героев. Никогда Шухевич не будет у меня эсэсовский офицер героем. Никогда этого не будет. Участники автопробега хотят призвать к акциям против фашизма жителей всех городов-героев. Киев без фашизма, Одесса без фашизма. То есть, хотя бы в центральных вот этих городах, которые носят это высокое звание городов-героев, я просто прошу, мы не призываем к каким-то реакционерам или реакциям или каким-то противостояниям. Все решит референдум. Но решать должны люди, которые не носят свастику, не ходят по улицам. Вот это основная цель. Жители Волгограда готовят гуманитарную помощь Севастополю, которую передадут участникам акции «Севастополь без фашизма». И не исключено, что вскоре состоится и ответный визит. Представители общественных движений Волгограда хотят отправиться с автопробегом в Крым. В Волгограде нас действительно ждут. И глава города Волгограда Гусева Ирина Михайловна сказала, что как только подъедем к Волгоградской области, сразу же нам сообщите, чтобы мы могли вас с экскортом, как говорится, с милицией совсем доставить, в положительном смысле слова, чтобы быстро и произойдет брифинг. Нас будут там встречать с Севастополя, конечно, очень добродушно, сердечно. В Волгоград севастопольцы планируют прибыть 5 марта. Вернуться в родной город собираются к Международному женскому дню – 8 марта. Общественная палата России открывает горячую линию для оказания общественной, правовой и экспертной поддержки жителям Крыма. Об этом заявил заместитель секретаря общественной палаты Владислав Гриб. «Мы готовы собирать информацию от граждан России, Украины, координировать действия, оказывать помощь в урегулировании существующих проблем», – сказал Владислав Гриб. Звонки принимаются на номер 8 800 700 8 800. На 6 марта в общественной палате намечены слушания по ситуации в Крыму. Сейчас несколько представителей палаты находятся в Севастополе. Они встретились с председателем Координационного совета Севастопольского городского управления по обеспечению жизнедеятельности Севастополя Алексеем Чалым. Также в Севастополе представители Общественной палаты РФ провели встречи со студентами, представителями общественных и политических организаций города-героя. Главная их цель – мониторинг гражданской позиции жителей региона о ситуации, происходящей на Украине. Каким севастопольцы видят свое будущее и какой помощи ждут сейчас от России? Членов Общественной палаты РФ интересовало мнение горожан. 4 марта они встретились с руководством города и командованием Черноморского флота, студенческой молодежью, ветеранами и представителями бизнеса. Члены Общественной палаты высказали свою позицию о политической ситуации на Украине. Нынешнюю киевскую власть, провозгласившую себя с грубейшими нарушениями международного права и украинской конституции, они признали нелегитимной. Поскольку это решение принимается в условиях политического террора против политических оппонентов. Ну, какой свободе голосования можно говорить от партии регионов, если больше ста их помещений разгромлено, включая центральное в Киеве, и некоторые, которые находились там, их сотрудники, убитые, причем некоторые зверские, убиты буквально зверевшими неонацистскими бандитами. Прозвращала четкая критеристика о том, о неонацистском характере ряда подразделений, позиции. И это четкая отсылка нас ко временам Второй мировой войны. Не для того наши деды положили, так сказать, миллионы наших жизней, чтобы освободить наши народы от нацизма, для того, чтобы мы опять сдали страну нацистам и отдали наших людей под гнет этих неонацистских банд. Мы не признаем никогда это правительство, потому что оно нелегитимно даже для мирового сообщества. И для мирового сообщества они просто исполнители чужой воли. Они пешка в руках Европы, Штатов, которые сдадут очень быстро. И мне очень жалко, но и больно, что это происходит на Украине. Законы, принимаемые сейчас в Киеве, российские общественные деятели назвали глупыми, а лиц, причастных к этому, политическими самоубийцами. Эта власть неконституционная. Любых решений... Знаете, меня что поразило? Об этом Путин говорил, я юрист-судья. Когда взяли и распустили конституционный суд, это даже дикая Африка отдыхает. А у меня, как юриста, особый цинизм, тупизм, дебилизм украинской власти, когда пишут, что это просто нарушение грубейшего закона, это просто как юристу, но первокурснику смешно, что когда они пишут возбудить уголовные дела, это в уму непостижимо. Что такое уголовное дело? Что есть ли признаки? Возбуждает не по поручению уголовные дела. Об этом Владимир Путин говорил. То есть у вас, ну даже это нельзя назвать правовым беспределом, это правовой тупостью, глупостью, дебилизм. Это мне стыдно, говорю, за тех людей на Украине, кто даже вот эти решения. А сейчас вот проект о выходе из украинского гражданства. Кто выходит, получает тюрьму. То есть у нас получается Украина тюрьма народов, что ли, если кто выходит из украинского гражданства. Побег из тюрьмы. Я понял, что у вас пока, это пока проект, законы ряд депутатов внесли. То есть два паспорта, вот уже тюрьма. То есть получается, что такого нет. Понимаете, ребята, если имеют два паспорта, его можно лишить гражданство и так далее. Но по этому проекту за побег из тюрьмы дают меньше, чем за выход из России, вернее, за два гражданства на Украине. Представители общественных организаций Севастополя акцентировали внимание россиян на мощную информационную войну, которую развернули проплаченные Западом средства массовой информации. Политолог Сергей Марков заверил, что российские зрители прекрасно понимают, под чьим давлением вещают киевские каналы. Канал «Интер» был захвачен неонасцитскими бандами прямо во время эфира, которые ворвались туда и определили с тех пор его редакционную политику. Ну, вряд ли это сказать, теперь у журналистов есть какая-либо свобода. Им говорят, как это все освещать. Любое повозновение, он может быть уволен, минимум, а максимум избит этими нацистскими боевиками, либо его дом сожгут, как они там уже множество сожгли, либо семью возьмут в заложники. Единственной легитимной властью на Украине общественная палата России считает нынешнее руководство Крыма и Севастополя. Их граждане должны сами определить свое будущее. Братская страна поддержит любой их выбор. Члены общественной палаты заверили, Россия сделает все возможное, чтобы город-герой Севастополь был обеспечен электроэнергией, газом и водой. Россия выполнит свой долг перед гражданами, которые на Украине для нас не чужие, это братский народ, русские, русскоязычные, и мы несем ответственность. Речь идет не только о Крыме, речь идет о других регионах Юга и Востока. Кроме того, финансовая поддержка будет оказана не только бюджетникам, но и предпринимателям. В редакцию независимого телевидения Севастополя обратились жители улицы Степаняна. На подъездах их домов появились объявления о сборе денег в поддержку общественников, стоящих на блокпостах вокруг города. Листовка призывает, кто сколько может, помогите нашим ребятам. Указан счет для электронных платежей по вебмани. Получатель – некий координационный штаб самообороны Севастополя. Адрес и телефон не указывается. По информации городского штаба обороны Севастополя подобные листовки не расклеивались. В общественной организации по охране порядка рубеж формирующие отряды для блокпостов заявили, что тоже ничего не знают об этих объявлениях и предположили, что это действия мошенников. Гражданам напоминают, что все благотворительные взносы можно перечислять только на счета, опубликованные на сайте Координационного совета по организации Севастопольского городского управления по обеспечению жизнедеятельности города. Председатель Севастопольского городского территориального отделения антимонопольного комитета Вячеслав Токарев заявил, что Севастопольское отделение готово к сотрудничеству с Координационным советом. Присягу мы давали народу, поэтому и собираемся и дальше ее выполнять, вне зависимости от того, как сложится в дальнейшем политическая ситуация в стране. И мы выполняем свои функции в штатном режиме, ну, естественно, с учетом решений городского совета, координационного центра для поддержания нормальной жизнедеятельности города, развития экономики, потому что конкуренция, она в первую очередь имеет очень большое значение для развития экономики. Также Вячеслав Токарев отметил, что деньги от штрафных санкций, которые накладывает Севастопольское отделение антимонопольного комитета, пока отчисляются в бюджет Украины. О том, чтобы эти средства перечислялись в казну Севастополя, распоряжений еще не поступало. Если городской совет примет решение и обяжет нас перечислять деньги в бюджет города, то мы будем подчиняться. Драматический театр Черноморского флота Российской Федерации имени Бориса Андреевича Лавренева приглашает севастопольцев на бесплатный спектакль «Я жду тебя на Графской». Этот спектакль идет на сцене Матросского клуба с 2008 года и полюбился севастопольцем. Но в свете последних событий он обретает несколько иное прочтение. Как говорят в театре, он воспринимается теперь как молитва за единение. Мы родились в этом городе, этот город наш, это наша земля, здесь наша история, наши святыни. И мы все сегодня желаем этой земле только одного – процветания и мира. И вот такую вот акцию, наверное, это не просто будет спектакль, в ней нуждаемся и мы. Мы хотим увидеть горожан, севастопольцев, мы хотим почувствовать, что мы едины. И действительно, как говорят, молитва, у нее нет языка, у нее нет каких-то обязательных слов. Молитва – это порыв. Молитва – это самое светлое, что есть, может быть, иногда в очерствевшей душе человека, в сердце, которое покрыто какими-то, может быть, бытовыми заботами. Историю о городе, о людях, которые создавали и защищали Севастополь, планировали создать как севастопольскую юнону и авось. Это спектакль, в общем-то, об историю города. Но мы не напрасно сделали такой маленький подзаголовок, что это севастопольские фантазии. Конечно, там есть и художественный вымысел. Но самое главное, мы хотели бы, чтобы люди вспомнили о том, знаете, как-то сейчас принято даже стесняться, наверное, своей истории. Мы категорически против того, чтобы история пересматривалась, переписывалась. Это очень серьезная история, это одушевленный, это не предмет, это одушевленное существо. И вот в нашем спектакле мы стремились именно к тому, чтобы история выступала одушевленным существом. 5 марта в 18 часов театр Бориса Андреевича Лавренева ждет севастопольцев. Вход свободный. Мы завтра выйдем всем. Вся наша труппа, все, кто работает в этом театре, будут находиться либо за кулисами, либо в зале вместе с севастопольцами. Для нас это очень важный, и я еще раз подчеркну, акт единения. Администрация коммунального предприятия Севгорводоканал предупреждает, что в связи с аварийными работами на сетях городского водопровода с 12 до 17 часов прекращена подача воды в жилые дома, расположенные в районе улицы Константина Эдуардовича Циолковского, Николая Петровича Каманина, Георгия Яковлевича Седова, Николая Александровича Добролюбова и Николая Гавриловича Чернышевского. К этому часу все. За развитием событий следите вместе с выпусками Севинформбюро. Плановые эфиры вечером в 19 часов и в 21.30, в 2 часа ночи, утром в 6, в 8 и 10 часов, днем в 12.05, 15 и 17.30. Телефон редакции 59 0062. В течение дня возможны экстренные включения и изменения в текущей программе передач. Ждите новостей. Редактор субтитров А.Семкин